сейчас буду приводить себя в порядок собираться скоро придет володя он тоже хочет посмотреть что мы там с домиром изобрели что там за леденцы что там за гренки чудо там вкусные замечательные такие вот так что скоро придет володя мы покажем ему что мы там с домиром изобрели вот а сейчас домир меня загадывает загадки их разгадываю и буду собираться встречать володю еще приготовила гречку на гречку я обжарила так как володе не понравился этот соевый соус вот который мы купили он сказал что на работе соевый соус вкуснее ну что ж значит и я так вот я значит не первый раз уже обводилась брать лук чеснок морковь этот самый в общем то все что вот это вот на зажарку я беру и сначала обжариваю а потом все это дело слегка протушиваю в этом соевом соусе и добавляю в блюдо и вы знаете получается очень интересно я так пробовала добавлять в макароны также опробовала делать с рисом точно также опробовала делать с тушеным картофелем сейчас вот с гречкой попробовала и идет на ура мне понравилось очень вкусно очень интересно очень интересный вкус получается вот мне очень зашло сейчас вот с гречка попробовала так очень-очень вкусно ну и поставила замачиваться горох хочу сварить гороховый суп и хочу сделать пирожки хочу сделать три партии пирожков одни с горохом вторые с картофельным пюре ну понятно и с луком да а третье пирожки я хочу сделать с капустой потому что до мирчик очень захотел с капустой вся фишка конечно в том что володя хочет духовые пирожки с капустой до мир как бы ожарено говорит вот но у нас любом случае сейчас нет ни духовки ничего подобного пока что как я уже говорила в условиях так сказать ремонта вот соответственно вова пролетает с духовыми пирожками но до миру повезет потому что я испеку ему пирожки с капустой то вот хочу три партии пирожков сделать такие у меня наполеоновские планы а как скоро это все произойдет ну не знаю возможно в течение недели в общем то я думаю вы об этом узнаете в любом случае интересно вам об этом нет мне все равно я все равно расскажу и поделюсь еще хотела сказать такую вещь я посмотрела одно из видео баба алёны и там она сказала что она сегодня девочка 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 и что она якобы сегодня в розовой маечке и в розовых трусиках мне вот интересно а неужели это вот всем ее подписчикам нужно знать в каких там она блин трусиках и что она вообще в принципе в них находится когда-то она утверждала что на ней вообще ничего нет кроме майки внизу ничего вообще нет и она рассказывала что она не носит трусы и вот мне интересно ну ладно тогда она сидела хотя бы одна дома да возможно она так там полдня ходила пока ребенок со школы не придет там уж с работы не придет мне вот интересно сейчас в условиях карантина когда ребенок находится на домашнем обучении муж постоянно дом ну ладно уж уж блин ну ребенок у тебя дома и ты сидишь в труханах в них я не знаю мне никогда не приходило в голову хотя мне ребенок еще маленький да мне все равно тем не менее никогда не приходила в голову ходить дома в трусах перед ним вот и мне кажется когда у тебя 14-летний сын и ты взрослая бабела ходить перед ним в трусах трясти вот это телесами но это очень неприлично это очень неприлично я не знаю как бы у кого как может для кого-то это как бы входит в рамки допустимого но мне кажется что это ужасно неприличная морально бы тот факт что ты о таком заявляешь вот она выставила фотографию своего мужа в инстаграме я так понимаю товарищ не русский вот и теперь в принципе понятно почему она заявляла что если он там едет куда-то там в краснодар к своей маме что он может там какие-то шуры муры на стороне завести как бы она об этом даже не узнает вот но что самое главное что он всегда возвращается к ней в семью и так далее да то есть она себя этим тешит это бы все это прекрасно понимаю вот но теперь мне понятно как батку где собака-то зарыта да то есть у ее муж не русский все мы знаем что не русские мужики не отличаются как бы ну постоянством да вот я даже когда-то ездила с таксистом когда беременна была мы постоянно ездили в роддом с одним и тем же мужиком с таксистом вот так получается что мы только появлялись мамы на жидовокзале в донецке как тут он подбегал то есть мы один или два раза с ним проехались и он сразу подбегал о мои девочки бла 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 я вас подвезу то есть как постоянных клиентов на себе заимел да и он постоянно меня отвозил в роддом вот я за две недели где-то до предполагаемых родов ездила в роддом сдавала там всякие анализы и так далее вот плюс он мне посоветовал хорошего врача у которого его жена тоже рожала в общем-то когда мы уже поехали в больницу с мужем я сидела сзади с мамой в машине а володя сидел впереди с этим таксистом он такой заявляет типа ну как бы жена женой как бы дома да но типа ну как бы намекает на то что типа можно и на стороне загулять как бы главное как бы как это сказать чтобы дома все было хорошо не обязательно то есть дома об этом рассказывать все такое то есть как бы вот он какую-то такой разговор завел с Володей что то есть он говорит ну а что типа это же нормально говорит что мужчине типа дозволен а ту женщине типа недозволено и то есть я вижу как бы в речах баба алену плюс с учетом того что она очень молодая вышла замуж за него да я так понимаю что ей было лет 17 вышла на замуж по залету лишь 16 ну сколько и там вторая буква в алфавите господи ой боже сейчас напишу ой так вот о чем это я значит значит я так понимаю что ну ей же 33 года получается да вот она 15 лет сеть со своим мужчиной 14 лет ребенку то сами посчитайте во сколько лет он там вышла замуж получится вообще малолетка дамит кто время еще повстречались получаться с ним и то есть если я вижу что она вышла замуж за не русского мужика вот что она вот такие вот фишки клоне типа бла-бла-бла все кто в другую сторону вот в эту сторону вот это вот я же написала тебе короче так вот фишка в том что если вот она вышла замуж да получается за нерусского мужика то вот эти вот все рассказы которые вот она глаголе да они бы долго не продержались вместе если бы она вот так вот себя не вела она считает что это мудрость женская я считаю что она просто себя на помойке нашла я считаю что она себя не уважает когда она говорит что измена для мужчины это нормально что все мужики изменяют ну баба только буква б в другую сторону это типа зеркально написано так вот блин дайте я же расскажу так вот что типа вот там измена для мужчины это нормально то что все мужчины изменяют бла-бла-бла-бла-бла вот эта вся чушь это потому что у него мужик не русский и не мужики они как бы ну этого и придерживают сомнения да вот и поэтому она сама себя чтобы ей было спокойнее в этом браке она сама себя и лишний раз в этом убедила вот и все ну как бы ну во факту так оно и есть так оно и есть дорогие мои бабаньки деваньки и девчулечки ну как бы ну а что на что так оно и есть у меня много знакомых девчонок которые тоже замужем за там армянами армянами грузинами вот и многие из них уже точно так же рассуждают точно так же в это верят да 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 вижу вижу я не понимаю что там написано я не знаю что то там зашифровал так вот даже вот так вот даже виктория боня помню когда-то сказала помню когда-то сказала анастасия костенко которая замужем ныне за бывшим мужем оле бузовой димой тарасовым или как там его фамилия вот значит что типа это нормально ничего страшного то есть он не изменил по моему когда она была еще беременна что буква г вот такая буква так вот так вот у меня уже многие девчонки там знакомые тоже свято верят в то что это нормально когда у тебя мужик изменяет и все такое прочее но опять же это потому что у них в браке все нормально как бы да они денежкой обеспечены не обделены все баба яга они денежкой не обделены все нормально как бы да их абсолютно не волнует изменяют им не изменяют и они об этом прекрасно знают что этот момент есть что это происходит вот просто это не волнует деньги дают девка обеспечена ребенка обеспечивают а бывает одевать ноготочки делать все такое все и все и все мои зубы и девчонки которые мужья я не вижу ты закрыл зло вот это да да я не знаю что это ясно так вот все мои знакомые девчонки у которых мужья не русские вот они все это прекрасно знают что там происходит у них семье к чему налево там ходит не ходит их мужик и они и а вот этого все у них нормально они спокойны как я уже сказала потому как они обделены не они не дети обеспечены все у них нормально вот поэтому они на это закрывают глаза вот и вот и все вот и все я не знаю что я не знаю что это понятно я не догадалась так вот я думаю тоже история тоже система просто это не мудрость это не мудрость то что ты себе за себя засунула в задницу свою личность ты засунула в задницу это уж никак не женская мудрость это женская глупость это женская глупость забить на себя и жить так как тебе сказал другой человек просто в старости в старости когда вы будете старыми бабками вы на тот момент вспомните об этом и поймете что вы свою жизнь жили не так как вам хотелось а так как это хотелось вашему мужику не так как вам хотелось так как он сказал и очень жаль очень жаль что вы свою жизнь проживаете не для себя а для него так как он сказал для него сначала как родители сказали потом как мужик сказал а потом на старости лет и вспомнить нечего потому что жизнь свою прожили не так как хотели вот и все и это очень печально это очень печально это просто обнять и расплакаться просто я вижу на что человеку доставляет удовольствие только одна единственная еда и это ужасно когда тебе доставляют удовольствие только еда это просто капец это просто капец это ужасно когда в жизни больше нет ничего кроме еды это это ужасно и причем и даже не самое наилучшее пицца окрошка суп для бедных окрошка это крючево намешали все подряд перемешали с сывороткой или с квасом и жрут это самое кто себе не может позволить пиццу кто себе не может позволить жрать слипшиеся пельмени с варениками ну сама их приготовила ну молодец возьми с полки пирожок что ты сама приготовила молодец но это все равно параша это тесто в организме тесто в желудке что здесь хорошего и качественного в жареной картошке в покупных тортах что здесь хорошего просто человек чешет о качестве питания и о том что это так клёво есть ну ты бы хотя бы ела что-то клёво а так ты ешь одну парашу и рассказываешь всем о том что еда это чуть ли не самое главное в жизни я не знаю очень стрёмно когда твоя жизнь наполнена только жрачкой и когда единственный твой подвиг это то что ты сделала пирожки из покупного теста спустя 15 лет брака ну такое себе такое себе ладно друзья мои пойду я собираться пойду я собираться приводить себя в порядушек скоро придет уже володик с работы ну как скоро не совсем через несколько часов вот можете уже все приготовила сейчас приведу себя в порядок приготовлю себя так сказать вот и будем встречать володиком будем встречать пойдем может куда-нибудь может никуда не пойдем что-то будем делать не знаю пока не знаю какие у нас планы на вечер в любом случае по поводу моего самочувствия значит кому интересно чувствую я себя гораздо лучше хотя тема меня вчера перепугал перепугал и сказал что если я выпью вот этот реги ведро то мне придется володя точнее придет и запасе туалетной бумагой я такая смотрю на него говорю там написано что как раз таки наоборот от отравления от диареи от тошноты от там еще чего-то там интоксикация организма и так далее он типа нет 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 этого может быть прям дикая диарея не знаю ничего у меня не было слава богу и у меня прекратилось головокружение головная боль прекратилась я еще немножко опухшая потому что я очень с этой штукой нужно пить очень много воды один порошок идет на литр воды у меня три порошка я его уже допиваю вот чувствую себя гораздо лучше прямо прям гораздо лучше чувствую себя о потому что вот эти дня 23 которые я просто умирала вот серьезно это было просто какая-то жесть просто же есть какая-то я я не знала я уже перепугалась я думала уже у меня коронавирус или еще что-то честно я уже была это клубнилиус это злобный клубнилиус баба йога в клубнилиус баба клубня короче я уже думала что у меня у самого коронавирус я уже не знала что мне делать что мне думать вот я уже клубника а души на клубника пьет клубнилиус у тебя щека во фломастере короче вот такая вот история клубнилиус купим обязательно когда будем в магазине а магазине мы возможно будем завтра друзья мои скорее всего завтра мы поедем в супермаркет пока не знаю какой потому как вечно наша душенька куда-то тянется то время то в светофор то вам бар то еще куда-нибудь еще мы обязательно возможно возможно не обязательно возможно в субботу володя возьмет себе выходной и мы поедем делать покупки одежды вы готовы вы готовы вы хотите увидеть наши покупки одежды че спрашиваю конечно хотите ну да да мир нарисую да мир будет рисовать какого-то нашего подписчика ладно окей в любом случае окей так вот так и он должен себя узнать по рисунку квест челлендж квест челлендж так ладно мы скорее всего завтра за продуктами вот в субботу субботу я хочу показать вам продуктовую базу хорошо в субботу я бы хоть по планам по планам сбудутся они или нет я пока не знаю так как бы так вот такое просто планы пока но скорее всего в пятницу мы едем в супермаркет за покупками в субботу мы идем на продуктовую базу за покупками там и скорее всего купим овощи фрукты такое а все остальное там сосисоны колбаску там какие-то другие продукты мы возможно купим в супермаркете вот и в субботу также мы скорее всего поедем в центр делать покупки одежды володя мне сообщил какие магазины сейчас открыто потому как я боялась что торговые центры сейчас закрыты и я просто останусь без одежды на весну а сейчас туда-сюда и уже нещадно потеплеет хотя нам буквально на сегодня-завтра обещали вообще гололед ветер там снег и так далее но я допустим не вижу вижу что пару дней и такого слепой дождик идет вечером ливень сейчас вот но реально слепой дождик дождик через солнышко вот идет валуя говорит что у них деревне это называли грибной дождик ну у меня в городе это называли слепой дождик всегда когда дождик идет вот сквозь солнышко вот в общем ладно как-то так я побежала собираться вам всем хорошего дня вот сегодня сегодня что у нас сегодня 9 апреля четверг вот хорошего вам дня поднатужьтесь завтра последний рабочий день мы идем впереди планета вся мне так интересно смотреть когда у меня утро и у меня уже начинается день а у тебя блогера которых я смотрю у них только ночь они типа собираются потихонечку ложиться спать и и это так типа прикольно интересно или когда у них обед я типа уже собираюсь или там обед день да а ведь позже спать собираюсь отка думал вот блин я не посмотрю твою трансуху или там еще что то потому что у меня уже ночи мне надо ложиться спать у меня же режим мои домочадцы уже спят как это я буду сидеть дурью маяться ладно друзья мои что-то у меня очень кого-то хорошее приподнятое настроение сегодня я побежала собираться в который раз вам уже говорю потому что страшная капуше я ужасная капуше я очень долго собираюсь я могу задуматься я могу делать одно потом бросить начать делать другое могу не знаю накрасить левый глаз блин и начну красить с правого глаза это очень важная информация так вот я могу накрасить правый глаз и просто пойти делать чай залипнуть там пить чай залипнуть вон сту потом вспомнить о я же красилась типа да пойти красить левый глаз вот потом короче закончить свой макияж в итоге там до поставить греца плойку подготовить одежду переодеваться и опять куда-то во что-то залипнуть Потом переодеться, так и вышивать, потом там еще во что-то залипнуть, там, а мне прическу делать, короче, ну, как-то так, как-то так, вот, но в любом случае я, по крайней мере, не вышиваю в шапке, не помыв голову, голову я мою, и да, у меня есть стекла в очках, в отличие от некоторых, ой, такое, хочу посмотреть видосы Марины Михиной сейчас, очень-очень интересно, но сначала я хочу досмотреть Диану Лешу лайв, что там у них, потому что, ну, интересно, мне интересно у них видосы в последнее время, или я как-то залипла почему-то на их видосы, вот, и очень хочу посмотреть, наконец-то, Мариночку Михину, очень-очень давно ее не смотрела, а меня, несмотря на то, что она уже дама такого почтенного возраста, да, бальзаковского, ей уже так, хорошо так ей, по 60 уже, вот, но я, тем не менее, обожаю ее стиль, она делает очень клевые украшения из вот этого вот мурановского, или стекла, или как оно, вот, мурана, как оно, как правильно говорить, в общем, она, да, делает из вот этого стекла украшения, там, всякие ожерелья, вот, она, меня очень поражает, удивляет тем, что вот всем бы женщинам под 60 быть такими, у нее невероятная энергетика, которой порой не хватает даже молодежи, а она при всем при этом, при том, что у нее такая огромная энергетика, она еще, представьте, она в Питере пошла в магазин Converse и в магазин доктор Мартинс и купила себе доктор Мартинс ботинки, женщина под 60 лет купила себе доктор Мартинс ботинки, просто не знаю, для меня это то, как должна выглядеть и как должна себя вести, как должна хотеть жить женщина в таком возрасте, она просто невероятная, неподражаемая, у нее обалденный рецепт, еще она замужем за колумбийцем, и вообще у нее очень клевый быт истории, то, что вот она рассказывает, то, как она одевается, то, как она выглядит, какой у нее посыл, какая энергетика, я просто невероятно ей восхищаюсь, и, как я уже сказала, та энергетика, которая есть у нее в 60 лет, ее не хватает не то, что пожилым людям, ее молодежи не хватает такой энергетики, поэтому я не перестаю удивляться, какая она клевая и всегда ее смотрю, пускай я делаю большие перерывы, потому что я тоже занята бываю, но тем не менее, тем не менее, у меня как бы своя жизнь тоже есть, я тоже хочу снимать видео и так далее, вот, да, сейчас я покажу, не прячься, я еще и сфоткаю, очень клевая вещь, очень, очень клево, мне нравится, дай, вы только посмотрите, а кто это, клево как? Мирчик предполагает, ну, даже я тоже вот предполагаю, что это медведь Валера, как вы считаете, может ли медведь Валера нас смотреть? А я не предлагаю, я просто решу розыгрыш делать. Розыгрыш? Клево. Так вот, в общем, она очень клевая, и я обязательно после того, как досмотрю видосы Диашки с Лешей, обязательно побегу смотреть Марину Михину, она очень клевая женщина, вот, еще у нее очень-очень много рецептов, и некоторые из них хотела бы я опробовать, у нее есть очень интересные рецепты мяса, бутербродов, салатов и даже борща, у нее там такой интересный рецепт борща, причем там очень интересно, он такой, с солеными огурцами, там по рецепту то ли ее бабушки, то ли прабабушки, в общем, я заинтересовалась страшно, потому что огурцы соленые я люблю, борщ тоже, очень мне интересно попробовать, что из этого выйдет. А еще у нее есть клевый способ, как пить кофе по-колумбийски, тоже хочу попробовать его сделать, как готовит она. Все, друзья мои, я побежала собираться, да, говори. Розыгрыш, ребята, розыгрыш. Подписывайтесь, кто знает медведя Валеру, напишите комментарий, а я пока дорисовать пошел. Дамирчик пошел дорисовывать медведя Валеру, а вы пишите в комментариях, кто знает, кто такой медведь Валера. Все, друзья мои, я побежала собираться. Познаватель Дамирчик добавил еще.